приветствую всех гостей и подписчиков нашего канала в этом видео вор в законе юрий алексеев горбатый уважаемые зрители нашего канала в связи с возможной блокировкой ютуба в целом просим вас подписаться на наш такой же канал в яндекс дзене чтобы и дальше оставаться с вами на связи также для тех кому интересно то что мы делаем просим вас помочь по возможности финансово для дальнейшего развития нашего канала на данном этапе youtube убрал рекламу и монетизацию на видео но мы хотим продолжать наше дело благодарим всех за понимание все ссылки будут в закрепленном комментарии криминальная революция произошедшая в стране в 1990-е годы разрушила привычный уклад не только простых людей но и воров в законе ибо по воровским понятиям убивать ради денег человека было нельзя а убийство в 90-е случались часто одним из таких правильных воров был юрий алексеев по прозвищу горбатый среди генералов криминального мира было немало незаурядных личностей ленинградский авторитет юрий алексеев вполне мог стать искусствоведом историком или писателем но судьба уготовила ему криминальную стезю в конце жизни его состояние оценивалось в несколько миллионов долларов но кому они достались после его смерти так и осталось тайной уголовное прозвище горбатый у большинства советских людей ассоциировалась с главарем банды черная кошка из телесериала место встречи изменить нельзя между тем такое прозвище в реальности носил другой вор ленинградец юрий алексеев правда в отличие от своего тезки алексеев не грабил и не убивал а специализировался исключительно на антиквариате родился алексеев в 1931 году в ленинграде его мать имела аристократические корни и какое-то время работала в госбанке ее крестным отцом еще до революции стал степан гиль личный водитель ленина а ее хорошими знакомыми были члены семей арджоникидзе и рокоссовского отец юры работал главным механиком на крупном ленинградском заводе по предвоенным меркам семья считалась образцово показательной идиллия продолжалась до 1937 года когда отца арестовал нквд и больше семья его не видела какое-то время матери удавалось сводить концы с концами но она понимала что без нового мужчины прожить ей будет трудно вскоре женщина вышла замуж за сына священника брак по тем временам трудно назвать расчетливым но жизнь семьи стабилизировалась все круто изменила война эвакуация из блокадного ленинграда осуществлялась согласно очереди алексеевы и и не дождались отчима забрали на фронт а мать умерла от голода маленького юру определили в детский дом и лишь благодаря этому он выжил здесь пытливый и неординарный ум сделал его неформальным лидером среди пацанов в 14 лет юрка провернул лихую операцию подрезал в раздевалке меховой воротник с пальто какого-то чиновника приехавшего в детдом воротник толкнули спекулянтом на рынке а на выручку алексеев купил молока и угостил им друзей следствие по делу о краже воротника длилось недолго запуганные подростки быстро рассказали кто украл воротник возможно воришку простили бы на первый раз но пометка в личном деле сын врага народа не позволялось нисходительно отнестись к поступку подростка по приговору суда юрий алексеев был отправлен в детскую трудовую колонию в стрельне первый срок юрия продолжался недолго в конце 1940-х он уже вышел из колонии но менталитет у него уже был воровской помимо отметки сын врага народа алексеев получил судимость что практически лишало его возможности пользоваться социальными лифтами теперь он видел лишь один способ стать человеком заслужить авторитет в воровском мире и стать вором в законе связи в криминальном мире у алексеева стали складываться еще на малолетке в послевоенном ленинграде он вошел в состав преступной группы специализирующийся на разбоях но долго гулять на свободе парням не дала ленинградская уголовка в кармане у юрки нашли офицерский вальтер что сделало его одними из основных обвиняемых приговор суда был суров 20 лет лагерей тянуть срок парню предстояло в краю златодобытчиков на колыме в лагере куда с этапом прибыл алексеев воровским ходом заправлял авторитетный вор иван львов глыба в управлении понимали что это за человек и старались долго не держать его в одном лагере чтобы тот не укрепил в нем воровскую власть дома я устал от политических скандалов от рассказов о том кто в каком подвале от нквд отстреливался рассказывал уже на склоне лет о своей жизни юрий алексеев а в колонии совсем другие темы и люди были с моей точки зрения порядочные глыба выделил алексеева из толпы молодых урок и приблизил к себе этот вскоре доказал что выбор был верен 19 летний парнишка сумел организовать не слабый грех для урок ящик водки и коробку с пачками чая сделать это удалось в обмен на помощь наемному с помощью алексеева работяга вынес с режимной территории несколько килограммов припасенного золота а за помощь отблагодарил чаем и водкой правда когда ночью они напились и стали гужбанить в бараке туда прибыл начальник опер части лагеря все участники пьянки тут же оказались в шизо а после были раскиданы по другим лагерям освободился юрий алексеев в 1960-х уже будучи авторитетным вором в законе без криминала он жизни не мыслил но был осторожен и умен своей специализации алексеев избрал антиквариат уже тогда в советской торговли появилось немало теневых дельцов которые вкладывали нетрудовые доходы в предметы искусства группа созданная юрием алексеевым помогала им избавиться от этого богатства причем тогда же за вором приклеилось его самое известное прозвище горбатый дело в том что уходя от возможной облавы он подкладывал под пиджак какой-нибудь предмет так что со стороны казалось будто у мужчины горб меняя походку и голос алексеев на глазах преображался в немощного инвалида до которого сотрудникам милиции не было дела фокус не раз спасал алексеева от задержания и нового срока специализация на антиквариате вынуждала алексеева читать массу литературы по искусству и живописи вскоре среди коллекционеров он стал таким же своим парнем как и в мире криминала антиквары не ощущали в нем угрозы ибо в жизни алексеев был интеллигентным эрудированным человеком по роду своей деятельности он даже несколько раз общался с директором эрмитажа профессором истории петровским за советом и экспертной оценкой к алексееву не раз обращались ленинградские антиквары и он никому не отказывал даже если человек ему был неприятен таким же он был и воровском мире в его ленинградскую квартиру не раз приходили люди освободившиеся из колонии смолявой от авторитетов где они просили за посетителя алексеев помогал им устроиться а желающим давал заработать по мнению оперов ленинградского антикварного отдела еще с 1970-х алексеев организовывал воровские группы которые обчищали квартиры коллекционеров причем будучи опытным искусствоведом алексеев указывал исполнителям что нужно взять а на что не стоит тратить время юрия алексеева долго подозревали в организации кражи кабинета дореволюционного нефтяного магната нобеля кабинет включая резной потолок и инкрустированный пол был сделан из красного дерева и стоил баснословных денег в результате хитроумной операции кабинет оказался во владении алексеева который уже при правлении горбачева сумел переправить его за рубеж и продать самое главное правило горбатого никакого насилия и крови поэтому хоть опера и мечтали поймать алексеева с поличным в душе они уважали старого лиса вот только сам вор долго не давал правоохранителям этой возможности задержанные налетчики использовались в темную а их главарь хоть и знал работодателя выдавать его не хотел прокол у горбатого случился уже в лихие девяностые когда он сам не понимал что за времена такие наступили и почему за золотое кольцо люди готовы были пойти на убийство воровской мир никогда не поощрял насилие а тут сами воры пачками гибли под пулями киллеров тем не менее рыночные законы позволили алексееву расширить свой бизнес начале 1990 ценные предметы искусства для него добывала группа некого фазы сам фаза хоть и был тертым калачом но подельников набрал бестолковых в итоге вместо квартиры антиквара братки нагрянули в соседнюю где взяли дешевые шмотки и отправились к боссу узнать что за прикол но по пути налетчиков задержала группа захвата у бопа и уже в камере фаза заговорил юрия алексеева задержали в декабре 1991 года месяц в камере в крестах он провел не сказав следствию ни слова но потом решил говорить дело в том что 61-летний алексеев был серьезно болен рак легких ему требовалось лечение а переводить в тюремную больницу горбатого не спешили понимая что в этой сделке ставка его жизнь вор в законе решил соглашаться с обвинениями лишь бы до суда его отпустили под подписку на свободу он так и не вышел юрий алексеев скончался в тюремной больнице в санкт-петербурге а это был канал о жизни по жизни всем добра и удачи увидимся в следующих выпусках